Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Нужно подчеркнуть наш дорогой интернет-витер или интернет-зрительница. Добро пожаловать в уютнейшую кухню программы «Между нами женщинами», где я с моими подругами культуролог. Ин, как тебя называть правильно, скажи, мне всё время не могу запомнить. Да как скажешь, я буду благодарна. Всё хорошо. Специалистом по культуре, Инна Шихатович. Только культура никому не нужна, а так вообще спасибо. А её и нет, да? Как бы израильская культура вообще не справляется. Есть, 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 просто нет людей, которые её... Что ты всё время плачешь? Актиница Марина Калатинская. Я, да, шишка такой тюрьмы. Восхитительная. Я Валерия Полякова. И в новом формате, как всегда, мы приветствуем в нашей студии, в нашей кухне гостя. Как правило, это всегда замечательный гость, известный человек. Сегодня это у нас главный редактор газеты «Глобус». Великолепный журналист и вообще красавец-мужчина Леонид Луцкий. Да, да, да. Так, да, мы мягко стелят, а я сюда шёл. С вопросом, думаю, спрошу на камеру, кто-нибудь из мужиков на своих ногах от вас выходил из эфира, выживал после трёх? История умалчивая. Пока ничего не скажут. Пока не видел ни одного. У вас есть возможность быть первым. Хоть где-то. Ну, конечно, да. Подержись, всё будет хорошо. Кстати, по поводу первости, да, первородности. Первая любовь. В вашем понимании. Лёнь, мы на «вы», на «ты» как? На «ты». Давайте на «ты», но уже искусственно. Первая любовь. Моя? Твоя тоже? Да, вот жена стоит. Ну, ладно, пусть подглядит «моя». Нам было 14, у неё родители в Бергенске торговали рыбой, это была очень состоятельная девушка, она приходила с бычками, у неё были маленькие, маленькие острые зубки, и она совершенно элегантно так раз-два и подавала тебе рыбку. Меня никогда так не обслуживали. С тех пор? Вот, конечно. А если бы вы могли выбирать, у вас был бы выбор, какой бы вы хотели видеть первую любовь для своего ребёнка, для своей дочери, для сына? А вот, послушайте. С бычками? Вот это самая главная страшная родительская ошибка. Значит, ни один, во всяком случае, отец своей дочери цену не сложит. Тут, простите, такое ощущение, когда ты отец мальчика, а я выступаю в разных, если поставить, у меня две дочки и один сын. И мальчик. Вот, когда ты отец мальчика, это вроде как мы. А если девочки, простите, нас. Очень правильно. Да, и я помню, так сказать, пору своего затянувшегося в разные времена, там, жениховства, я не помню, чтобы я очень нравился родителям тех девушек, куда я приходил в дом. А почему они рассказывались? В одном месте мне даже сказали, когда всех принимали еврейских детей, еврейский дом, а ты, мальчик, больше к нам, пожалуйста, не приходи. А почему? Что ты делал такое? Я полагаю, вот что. Значит, особенно родцы, у них какое-то там адреналиновое, я не знаю, какое другое. Ревность, отцовская ревность. Ревность, естественно. Но они, как собаки, чувствуют вот этого вот, ну, как бы опасного, да, кобеля, партнера, потенциального дочери. А это смущало? Меня нет, меня это абсолютно не помогает. Девочку это смущало? Как правило, ни одну девочку это не смущает, напротив, если у вас какие-то проблемы с этой девушкой, то помогает, потому как она назло. Поэтому любой родитель мудрый, это я сейчас такой стал, а может потому, что я всегда на глазах, у меня жена психолог, я под контролем, наблюдаю. Вот, я уж не знаю, да, вот со мной не страшно теперь сидеть в одном доме, да, и без намордника. Я полагаю, что должна появиться такая мудрость, что ты ничего не можешь сделать. Вот, из духа противоречия, особенно если это какой-нибудь невменяемый возраст, как у нас гениально говорят в Израиле, тебя счастливее, да, то это только будет не на пользу, а во вред. В этом случае ничего не надо делать. Вот. А умные родители, если уже действительно попалось такое отвратительное существо, ну, простите меня, ну, явный Альфонс. Ну, 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 явный идиот, явный мезальянс, это мезальянс в наше время не в имущественном плане, ну, наше иммиграционное поколение. Это из потенциалов интеллектуальных. Ну, так тебя и не пустят там ни тебя, ни твоего ребенка, ни в Америке, ни в Германии, ни в Израиле, на те уровни, где заключаются в основном династически серьезные браки. Я это знаю. Вот. Мне об этом говорила моя старшая дочь, и, слава богу, уже 29-28. И она рассказывала, когда она училась в университете, до того, как русских девочек, умненьких, приличных, нет восприятия стигм, воспринимают, так сказать, потенциальные женихи из очень благополучной. Люди ститула, ну, действительно, скажем так. Ну, как это, они уже на том уровне, сейчас же женятся поздно, и у нас в Израиле, если иметь не бракский слой, где раз-два и двойня, и, так сказать, вот, любой из шуботников, любой учащийся колеля, там, 25 лет, многодетный отец, да? Нет, я имею в виду тот слой, которому мы хотим, принадлежим или хотим принадлежать, чтобы наши дети принадлежали. То есть это те дети, которые закончили армию, нормативные дети, которые... Отслужили. Да, я бы сказал, закончили. Отслужили и закончили. Потому что они еще год приходят в себя, они все в Таиландах, они в поисках, они сволочи говорят, нам надо отдохнуть. Поэтому русское слово «отслужили» не подходит. Вот. Потом они начинают учиться, третья степень, вторая степень, потом начинается это трудоустройство, вот, кто тебя ждал. Понимаешь, они безнадежно отстают от своих сверстников, и такие же примерно вещи происходят, ну, за минусом армии и на Западе. Ну, там тоже, в Германии тоже там есть служба 9 месяцев, насколько я знаю, значит, у молодых людей. А ты помнишь первую любовь к своей дочке старшей? Ты помнишь ее? Она у тебя на головах? Она приватила, она знала. Да, она привела. Нет, она живет в Германии, этого я, собственно, не помню. Но пули до сих пор дома хранятся. Да, 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 примерно, да, перезаряжай билеты. То есть, вот, нервничал, я, естественно, нервничал. Потом, когда я сделал предложение ее мужу, они замечательно живут, мальчик построил там маленький домик. Ну, ты когда его увидел, что ты подумал? Ты почувствовал ревность? У тебя отнимают твою девочку? А в определенной степени я заерзал. Ну, и тут, значит, я вспомнил этот вот замечательный ему фильм про им и енотика. Значит, ты посмотри в зеркало, где его напугай. Я ему быстро, он такой немецкий парень, он чистой крови немец, маленький полицейский комиссарец, очень смешное существо. Приезжаю в Израиль, а мы через переводчика общаемся, через дочку. Он говорит, ну, что это у вас тут происходит? Почему полицейские ходят и у каждого кобура закрыто? А почему, когда нас выясняли на отлете, кто мы, что мы, что мы везем, надо было нас по разным комнатам рассадить и лампы везем? Фашист! Вот такой фашист. Вот. Значит, очень теплый и замечательный мальчик. То есть, ее, его, их вместе не смутило, что он немец, а она еврейка. Ты знаешь, там произошло вот что. Это земля северный рейн Витсфалия, а он из гутенотов, вот тех, его фамилия Дебус, он из тех гутенотов сбежавших. Вот. И оказалось, как я понял на свадьбе, как меня облизывали гости, что для них это величайшее счастье, значит, что он женится на еврейке. Ну, я не знаю, там, моих знаний немецкого языка и наших общих на приезды и возлияние, мальчишка пива очень любит. Ага, то есть, ты нашел свою общую платформу? Да, да. Нет, мне показалось, что он как-то так вот думает о христианстве, вот как бы они все, мы их всех евреев бы покрестили, и было бы счастье. И тут в Израиле. Да, он бесколечно любит Израиль. Вот. Но она счастлива? Она счастлива. И это вот те вот вроде наших темплеров, те, которые, знаешь, у них принято очень, очень престижно. А земля богатая, люди там не бедные живут. Очень престижно поехать в отпуск и провести его добровольно волонтером, помогая в кибусе. Это такая игрушка. Очень буквально, очень. Я не ощутил этого. Да, вот у меня дедушка работал во время войны в Хеврат-Хашмар. Говорит, откуда ты знаешь? А я форму нашел, в шкафу там две молнии. А, да, 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 две молнии. Так что я этого, безусловно, не ощутил. Но я, у нас стигмы работают страшные, извините. Стереотипы. Да, за это вот, за уход в сторону. Мне недавно приятель рассказывает такую историю. Они попали в Мюнхене на Октоберфест. Выпили пивка, да, знаменитый, поели этих сосисок. И в таком слегка под шофе состоянии идут с женой. И тут в Мюнхене в голову приходят, значит, всякие исторические параллели. Там качаются крошками. Да, да, да. Вот приходит, проходит мимо них здоровенный рыжий, огромный немец. Рыжий, рыжий, волосы торчат, сам рыжий, бородатый. Рядом такая масластая, молодой. Ну, я в нашел нееврей. Масластая подруга. Друга, слушай, и мой приятель говорит по-русски о своей жене. Говорит, посмотри, ну какой фашист. Да, 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 да. Вот, какой красивый фашист, фашист. Вот, хрестоматийный, кинематографический. И тут этот, в кавычках, фашист, обращаюсь в свои спутки. Говорит, маха. Да, 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 да. То есть, ну, не надо придумывать. Да, 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 да. Не надо, девочки, ну, вот, я бы хотела все равно спросить. Вот, Леня, если можно, вот ты как думаешь, ну, вот эти все классические примеры, там, нет поиски печальнее на свете, чем поиски и так далее. Тоже первая любовь была. Да, и есть трагические все-таки развязки всех этих историй у наших родителей и детей. А вот как ты думаешь, как можно, может быть, можно ли повлиять на это, может быть, как-то что-то изменить или здесь ничего нельзя? Вот принять. Честное слово, не хотел делать своей супруге рекламу. Это ее специальность. Это те ее пациенты. У нее хай-тековские, как правило, удачные. Ну, кто часто пойдет, да. Вот. Великолепно устроены вот такие по 30, у которых она меня точно убьет за слив информации, у них же тайна, профессиональные. У которых у всех не удалась личная жизнь. Потому что я таких наблюдаю еще и в нашей среде, или с тех, кто остался там на моей Украине, или в России, в Москве. Человеческую природу. Украина ваша все-таки, я вот думала. Да, да, да. Человеческую природу же не изменишь, понимаешь. Вроде бы они все такие продвинутые, они все такие там компьютерно-технические, оснащенные, креативные. Ну, а личная жизнь? А каждый несет свой совок к собу. Себе, да. И у них совковые мамы с совковыми установками, совковые мерзкие тещи. Значит, я считаю, что надо... А свекрови, значит, не мерзкие. Свекрови, ради бога. А недавно какой-то фильм смотрела, там, так ехиденько о себе одна дама говорит. Свекровка, змеиная головка. Так по-русски. Вот. А значит, вот я считаю, что начинать надо с себя. Ломать надо с себя и свои стереотипы, а не уши. А если все-таки поводы для беспокойства совершенно реальные, не мистические, не то, что мне он не нравится и все, вот не нравится ты за него не выйдешь, а что-то вот такое, что... Нет, подожди, но он не нравится. Нет, это понятно. Почему? Нет, у какого-то разумный человек не нравится и все. Если он жадный, если он грубый. Линочка, я думаю, вот в каких-то вещах. Мы говорим о вещах каких-то уже, если это какие-то вещи, ну, страшно криминальные, какие-то болезни и так далее. А если... Наркоджики. Значит, надо каким-то образом... Каким? ...изыскать, если ты уверен в этом. Да, если я, допустим, вижу, что это не что. То, что ты видишь, может быть, ты видишь, если у тебя есть какие-то реальные факты. Да. Потому что... Так что делать? Если он жадный, это еще небольшое горе. Может, он жадный и будет ей в кубышку все складывать для этого дома. Ну, такой человек, он прижимистый. Мы говорим о вещах, которые выходят за рамки поведения той же наркотиков, алкоголя и насилия. Вот если я вижу, что избранник моей дочери, например, да, склонен к насилию. Или, например, мне кажется, что он использует слишком много наркотиков, а дочери все в порядке. Слишком много. Да, да. Слишком много. А дочери? Ну, просто я могу пару раз сказать. Ну, ладно, вся молодая шкурит травму. Привеличивает прием наркотиков. Не важно. Да, я утрирую специально. Да, да, да. Я, да, вижу задатки в нем? Потому что я просто человек. Мы о стране говорим или о человеке, который регулярно, значит, должен прийти себя, уколоться и прочее. Опять, для разной матери, да, героин это по-любому. Хорошо, а если он не здоров? Вот давайте такой пример. Вот он, я опять-таки утрирую. Не здоров в смысле? Физически? Не знаю, тик у него нервный, он принимает очень много лекарств. Вот что делать? Советовать или не советовать? Я говорю про девочку. Ну, а какой ты не имеешь права советовать? Не имею. Значит, послушай меня, в случае разрыва и дальнейшей неудачной ее судьбы. Понятно, я буду отвечать. Следующей, которая произошла, произойти может по совершенно другим причинам, с другим партнером или по ее вине. Ну, вот, вот ты будешь той мишенью, которая будет проклинаться пожизненно до белой березки. Пусть она меня проклинает, я спасу свою дочь от человека, который опасен. А чего ты спасешь? Ну, бывают же люди опасны. А если он алкаш, господи? Значит, нет, давайте не брать таких вот кардинальных патологий, если это преступник, если это насильник, если это, значит, надо сделать любыми способами, лучше умными. Все от себя возможное. К психологу, наверное. Вот, к какому-то разумному социальному работнику, но не стукачу. Я не впрягаю вас в эту культуру. Все возможное. К подругам, я не знаю, да? Сделать все возможное, чтобы ребенка оградить. Но от всего остального вы не можете ее оградить. От того же, он тихий, или он некрасивый, или он маленького роста. Ну, где тебе же с ним ходить и жить, и спать. А может, это модно. Когда он маленький, она высокая. А потом, хорошо, есть еще, простая, что я тебе говорю. Да-да-да-да, есть еще совершенно странные отношения между родителями и детьми, там, сыном и мамой. Вот мама есть, которая патологически ревнует своего сына, и до конца жизни она ему не дает устроить. Мы не будем показывать пальцем. Мы не будем показывать пальцем. Нет, есть классический пример Готли Пронинсон. Ребята, вы посмотрите. Нет, у этого человека, который мама не дала ему устроить свою жизнь. Зачем ты мне таких? Я знаю, это такие. Нет, я говорю, что просто есть и такие случаи. Я таких людей наблюдаю постоянно вокруг себя, и вы больше или меньше. И если это умная невестка, то она очень мягко выстроит ватную стену вокруг мамы, ее, значит, опекая, и заберет его от мамы, и каким-то образом наладит свою личную жизнь. Если мама даст ей быть невесткой. Ну, мама должна понимать, чтобы вообще надала. А я видел таких мам и знаю, которые долго не давали, а с другой стороны, ну что ж такое, ему уже сворок, а он не женится, и она, ломая себя, идет на это, а потом долго поджимает губки, глядя на нее. Ну, чего, как-то терпится, слюбится. Маму можно, такую маму можно и нужно оставить на место. У меня есть немножко такая личная история. Я буквально еще две минутки заберу, потому что у нас сейчас программа заканчивается. У нас время, к сожалению, ограничено, как вы не договорите, в подобных телеинтернет-передачах. Когда я выходила первый раз замуж, мои родители были абсолютно лояльны и либеральны, и не сказали мне ни слова, они напутствовали меня в добрый путь. Причем они, да, видели, что, видимо, мой супруг не совсем то, что подходит мне по жизни. Но они не стали этому препятствовать, они сказали, это твой выбор, вперед. Мне было 18 лет. Через 5, через 3 года я подумала, господи, почему мама и папа не предостерегли меня вот от этого, они же, да, видели. Да, они видели это все. И это закончилось не очень хорошо, скажем так. Я бы хотела, чтобы мой первый брак был более удачным. И, с одной стороны, я бы, наверное, не восприняла тогда их совет. С другой стороны, сегодня я говорю, ну почему они меня не предостерегли? Они видели, они вроде как, я видела, что мама что-то... И они не сказали мне ни слова, понимаешь? А вот и правильно, и резюмируя. И что делать? Мы живем в совершенно иное время. Нет на женщине печати, если у нее был с кем-то, с партнером пробный брак, там, студенческий, они не сошлись, разошлись. Нет на ней печати, что она осталась с ребенком, там, к 30-40 годам, и встретила другого. А какая женщина в таком возрасте будет? Почему она не имеет детей? Нет печати этого проклятия. Женщина равноправна. И давайте к ней относиться, к уважению. Безусловно, для ребенка это травма, Лень. Для ребенка это травма. Ну и для мальчика это травма. А уважение, извините, требует взрослого отношения и жертв. Ну, вообще жизнь требует жертв. Как любая жизнь. То есть мы сегодня с вами, дорогие друзья, перефразируем известное выражение что там требует жертв. У нас искусство требует жертв. Красота требует жертв. Красота требует жертв, судя по всему, и жизнь требует наших жертв. Знаете, что я хочу пожелать вам сегодня, вместе со своими соведущими, моими потрясающими подругами, нашим замечательным гостем, генеральным редактором газеты «Глобус», чтобы жертвы ваши были как можно менее... Болезненными. Да, и кровоточащими, скажем так. Дорогие друзья, берегите друг друга, любите друг друга. Всего вам самого-самого доброго. С вами была программа «Между нами женщины».